...говору о взаимоотношениях с соседями, об этике нашего бизнеса. Хорошо? Согласны? Наша компания создавалась двумя братьями на основе этических принципов. Мы шведская компания и те принципы, которые были в основе ее создания 50 лет назад, они не менялись. Они до сих пор остаются. Это уважение к природе, доверие, надежность и этичность. Этичность – это наша фишка, это то, на чем эта компания создавалась. Эти стандарты этичности всегда были высокими. Мы требуем и от компании этичности в отношении к окружающей среде. Мы стараемся сдерживать все наши обещания наших бизнес-партнеров. Мы очень аккуратно относимся к нашим отношениям, к поставщикам, к множеству поставщиков, которые работают с нами как с бизнесом, как с компанией. И, конечно, мы хотели бы, чтобы наши бизнес-партнеры также придерживались принципов этики. То есть работали в соответствии с уставом Reflame и этическим кодексом. Наш бизнес построен на фундаменте рекомендаций. И мы хотели бы все-таки обеспечить, чтобы люди, которые работают с нами, были спокойны, уверены в том, что этот бизнес надежный, он от них никуда не уйдет, никто этот бизнес у них не отнимет недобросовестно. И мы совершенно четко хотим займить от имени компании. Мы очень сильно настроены поддерживать этику. И мы говорим не о всем нарушениям устала компании, этического кодекса и всем проявлением неэтичных подходов к работе. Это супер важно. В последнее время очень остро встал вопрос онлайна и офлайн. Это практически такой бурлящий вопрос. Он в куларах очень сильно муссируется всеми лидерами. Топ-15 России выполняет свою функцию. Топ-лидеров и тех людей, которые доносят интересы рядовых консультантов и директоров до менеджмента компании, резко и остро понял этот вопрос перед нами. Мы взаимодействуя друг с другом, приняли ряд решений, которых я вам сообщу чуть попозже. Но я хотел бы высказать свою позицию по поводу онлайн и офлайн. Мы как компания не разделяем онлайн и офлайн. Этика работает и для онлайна, и для офлайна. Это принципиально. Онлайн – это набор инструментов, которые могут пользоваться лидерами для работы в киберпространстве. Как раньше люди работали в офлайне, пользовались свои инструменты. Точно так сейчас же наши лидеры работают и в офлайне, и в онлайне, пользуясь разными инструментами. Но работа и там, и там обязана быть этичной. Это принципиально. И мы не предъявляем разных требований для офлайна и онлайна. Это важно. Я хочу ознакомить вас с теми мерами, которые компания будет принимать сейчас. Уже там много текста. Сразу хочу вам сказать, у вас будет эта презентация. Вы все об этом узнаете. Поэтому я не буду проходиться по каждому из пунктов. Мы принимаем ряд мер по разным направлениям работы. То есть мы хотим предотвратить некорректную регистрацию. Мы хотим предотвратить переподписание. Мы принимаем ряд мер по защите репутации компании в онлайне и так далее. Поэтому есть вот, как вы видите на этих слайдах, сфотографируйте. Я сейчас не буду и буду детально об этом говорить. Мы суть в том, что мы гораздо жестче закручиваем гайки в том, что касается отслеживания некорректных регистраций. Мы сделали ряд программ, которые вылавливают мошенничество. Когда люди меняют фамилию на этапе регистрации, меняют буквы, фамилии и так далее. Эти вещи будут гораздо сложнее сделать. Мошенничество, наверное, будет всегда такого человеческая натура. Но мы поставили на это дело очень много ресурсов и потратили денег, чтобы предотвращать недобросовестную работу и даже уже на этапе регистрации. Мы пересмотрели срок неактивности после терминации и перед повторной регистрацией. Мы не говорим так, что быть лидером у нас не крепостное право. И теоретически у человека через какое-то время должна быть возможность, если он хочет, терминироваться. Но мы должны сделать все в наших политиках компаний, чтобы минимизировать переподписание. И по инициативе российского ТОП-15 мы приняли следующее правило по срокам ожидания перед повторной регистрацией. Если человек зарегистрировался и не сделал ни одного заказа, то у него есть три календарных месяца на то, и его убирают из базы. От уровня 0% до 3% это 6 месяцев. От 6% до 18% это 1 год. Выше это 2 года. Таким образом мы ужесточаем. Спасибо. Да, я думаю, что здесь надо сказать спасибо российским ТОП-15. Они довольно столько отстаивали эту позицию. У нас были очень хорошие дискуссии, иногда переходящие в эмоциональные. Но тем не менее результат есть. Я хочу сказать спасибо российским ТОП-15 и ТОП-лидерам за то, что они оставили эту позицию. Спасибо вам большое. Да, я уже говорил вам о корректной онлайн регистрации. Буду на этом останавливаться. Это практически цитата из этического кодекса. Вы все это найдете. Хорошо? Теперь, что касается приглашения и информации, которая распространяется в интернете. Мы говорим так. Строго запрещается. Это будет все в окончательном документе, в онлайн кодексе. Адресное и целенаправленное привлечение уже зарегистрированных консультантов посредством имейного рассылок, любых иных цифровых и нецифровых методов привлечения и так далее. Мы отслеживаем, активно мониторим уже. У нас есть отдел даже, специальный, созданный в компании отдел, который мониторит все эти дела, которые будут наказывать. У нас уже есть истории, я не буду сейчас называть фамилии и рассказывать об этих делах. Но мы уже наказали целый ряд людей, которые неэтично ведут себя в онлайне и говорят вот такие вещи. Это практически цитаты из того, что пишут люди или говорят неэтичные лидеры в онлайне, друзья. Спасибо вам за 15 минут. Еще один момент, друзья. Это то, что нам надо блюсти свою репутацию в онлайне. Репутацию отдельных лидеров и репутацию нашей с вами компании, репутацию нашего бренда. Это не шутки, это довольно затратная и капиталоемкая вещь. И мы здесь сделали несколько вещей. Первое, мы сформулировали требования компании по формулировкам, по контенту, который можно распространять в онлайне. Мы здесь четко говорим, что мы запрещаем публично распространять негативные сообщения, порочащие репутацию компаний, сотрудников, других консультантов или их методов работы с использованием онлайн или любых других каналов. Это очень важно. Почему? Потому что мы все знаем, что в последнее время получили развитие такие методы, как «Почему я разочаровалась и ушла из Айфлэй». Или видео, да, 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 видео потерявшего надежду директора и так далее. Вот эти вещи мы запрещаем. И те из вас, кто следит за этими вещами, кому это больно, так же, как и нам, вы наверняка обратили внимание, что самый знаменитый в этом смысле ролик, будем называть чей, его практически уже нету на эти. Да, с полотенцем. Возможно, где-то еще есть, возможно, где-то еще есть, ну, то, что перепостили, да, сложно вычислить до конца, но вот то, что непосредственное авторство, оно ушло, друзья. Да, мы к этому очень серьезно относимся. Поэтому вот такие наши действия. Еще раз хочу сказать, мы создали отдел в Москве, у нас есть один сотрудничество в Новосибирске, задача которой полностью будет отслеживать, мониторить все эти ситуации сами, мы будем смотреть, да, фильтровать. Плюс мы подписываем договор со специальным агентством, которое занимается менеджментом репутации компании в онлайне. Есть такая история, которая тоже, да, которая тоже будет возникновенным. Давайте поприветствуем Роберта вот так. Незаметно. Незаметно, зато, да. Добро пожаловать Роберту. Я надеюсь, что теперь уже точно все проснулись. Мы подписываем договор уже, может быть, уже и подписали, пока мы здесь, с компанией, которая будет, у которой есть инструменты. У них есть программки, алгоритмы, которые фильтруют всю грязь или то, что мы не хотели бы видеть об реплее, о лидерах и так далее. Поэтому, поверьте, тема у меня лично входит в топ-3 приоритетов, в моем списке приоритетов. И мы очень серьезно к этому относимся. Помимо этого, мы будем делать ежеквартальную рассылку всему БАКу по вопросам этики. Там будут описаны случаи юридического поведения, будем рецитировать отдых и так далее. Чтобы другие вся эта история была постоянно в голове, чтобы они не задумывались над тем, как бы не работать на холодном рынке и приглашать снаружи, а как направлять свои усилия, чтобы переподписать существующих консультантов. Еще раз хочу сказать, никому в этой компании не интересно, чтобы это происходило. Это неинтересно, компания это не поддерживает, потому что это очень опасно для нашей компании. Если начинается пожирание изнутри, то мы теряем продажи, продажи перетекают и так далее. Я хочу вас заверить, что в этом абсолютно нет никакого интереса. Мы хотим, чтобы был надежный, нормальный, арифлеймовский бизнес, в том числе и в онлайн. Это нормально. Помимо этого, мы еще взялись с Йоханом и записали такой видеоролик, который мы хотели бы распространить и на весь БАК. Мы выложим это дело на YouTube, где, сейчас сами увидите, довольно жестко определяем и описываем нашу позицию по поводу того, что компания думает о развитии в онлайн. Поэтому всегда будем поддерживать этично работающих лидеров и будем принимать жесткие меры к нарушителям этики, друзья. Сейчас прошу видео-отрывок из того, что мы с Йоханом наговорили. Прошу внимания на экран. Добрый день, дорогие бизнес-партнеры. Сегодня мы хотели бы обратиться к вам с важным официальным сообщением от компании «Арифлей». Наш бизнес стоит на фундаменте рекомендации. Мы уверены, что наши партнеры годятся своим бизнесом, годятся тем, чем они занимаются, и с чувством уверенности делятся и отвергаются к окружающим. Именно поэтому мы ставили этичность во главу своей деятельности. Предлагая бизнес-возможности своим партнерам, мы всегда намерены поддерживать стабильность бизнеса и его безопасности. Наши лидеры должны быть уверены в незыблемой мере, построенной и не структурной. В том, что проделанная работа всегда будет иностранной, и в том, что свое дело можно будет передать детям. И сегодня я хочу сообщить вам, что мы решительно намерены поддерживать наши измельченные ценности и шутки ведения бизнеса. В разные периоды своего развития в России компания сталкивалась со случаем юридичности в бизнесе некоторых своих партнеров по отношению к другим. Нам известно о том, что и сегодня, к сожалению, не каждый из наших лидеров работает эпично. Мы знаем о существующих сейчас проблемах в этой области, которые в отдельных случаях стоят довольно опытные. И я от имени всего моего дарь Флэй хочу сообщить, что мы намерены всячески поддерживать безопасность и стабильность бизнеса Рейфлэй в России. Мы будем решительно бороться с людьми проявлениями и личной работы в мире. Мы знаем о том, что сегодня случаются нарушения правил и политики Рейфлэй в области переподписания, некорректного рекрутирования действующих консультантов, несоблюдения правил комбинации, активности или повторной регистрации. Спешу сообщить, что мы будем обращать как никогда пристанное внимание на все подобные случаи и предпринимать необходимые меры для искоренения нарушений деловой или Рейфлэй. Поподляя итоги, хочу сказать, Рейфлэй дает уникальные бизнес-возможности. Мы предлагаем всем серьезную карьеру, подоживаемую высочайшими стандартами и открытия европейских компаний. Мы обеспечиваем и будем обеспечивать каждому бизнесу надежную, стабильную и безопасность. Бизнес в завтрашнем день, в котором вы можете быть уверены. Если вы хотите реализовать себя, начать поддерживать карьеру, ваши мечты, то Рейфлэй – ваш правильный и этичный партнер. Спасибо. Это на самом деле отрывок. Сам ролик почти 10 минут, и мы там детальнее рассказываем о том, что компания будет предпринимать. Но в целом сообщение вот такое, чтобы каждый человек, выйдя на YouTube, мог увидеть позицию компании. Там еще про онлайн говорится и так далее. Нормально так? Скажите, ваше мнение. Хорошо. Задача компании, чтобы мы внутри нашего бизнес-жилища жили этично, и чтобы люди смотрели не внутрь компании, как бы поживиться, да? Чтобы мы развернулись на холодный рынок и там работали. Поэтому можем идти дальше? Идем дальше. Хорошо. Хорошо. А мы продолжаем наш квартирный вопрос, да? И у нас все на самом деле хорошо в этом смысле. Я хочу позвать на эту сцену.